Большинство из нас подводят итоги года в декабре. Люди спорта живут по своему календарю от сезона к сезону и календарь этот почти никогда не совпадает с календарным годом. Всем привет! Программа «На спорте» вместе с вами. И сегодня у нас в гостях главный тренер молодежной хоккейной команды «Олимпия» Юрий Култынов. Юрий Игоревич, рад, что вы вновь к нам пришли. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас с вами, как мне кажется, сложилась такая достаточно хорошая традиция встречаться минимум два раза в год. Осенью мы беседуем перед стартом сезона, а весной, примерно через полгода, подводим его итоги. Оглядываясь на прошедший сезон, какие первые ассоциации приходят вам на ум? Ну, безусловно, успешный сезон. Много получилось. Даже где-то, наверное, прыгнули выше головы, учитывая четвертое место в регулярном чемпионате. Вспоминаются и тяжелые периоды, в том числе, когда команда в декабре месяце оказалась на последнем месте в турнировой таблице. И из этой ситуации сложной мы смогли выбраться, мы смогли выкарабкаться и занять почетное четвертое место и попасть в плей-офф. Ну, и, наверное, опять же, какие ассоциации? Это, наверное, адаптация ребят, молодежи, наших местных пацанов, которые перешли из ЮХЛ. Как мы, в принципе, и говорили с Алексеем Сергеевичем Димаковым, что им будет необходимо время на эту адаптацию. Ну, и, наверное, если смотреть результаты сезона, то стабильная победа, стабильный набор очков как раз где-то с декабря месяца у нас начался. Я напомню, что в сезоне 2021-2022 годов Олимпия наконец-то вернулась на орбиту молодежного хоккея. Команда была заявлена для участия в НМХЛ. Она могла сыграть в этом турнире и годом ранее, но по ряду причин осталось в ЮХЛ, как вот вы уже говорили. Вам, как тренеру и вашему тренерскому штабу, пришлось носить какие-то коррективы в предсезонную подготовку ребят? Вот в связи с переходом от юношеского хоккея на молодежный уровень, все равно это уровень другой. Конечно, это другая ступенька, это вот шаг уже в профессиональный хоккей, поэтому и уровень нагрузки был другой совершенно, и просмотровые сборы были намного обширнее и масштабнее. Поэтому, конечно, предсезонная подготовка может быть не кардинально, но вот в нюансах, в моментах она, конечно, отличается от предсезонной подготовки детской и юношеской школы, потому что ЮХЛ – это, по сути, выпускной возраст детской школы. А вообще, можно ли сравнить ЮХЛ и хотя бы НМХЛ? Такой сложный достаточно вопрос. Почему? Потому что есть команды ЮХЛ топ-уровня, наверное, как Акбарс, с кем мы играли в плей-офф до того сезона. Значит, там, Вальметьевск, там, да, тут гранды, скажем так, российского хоккея. Наверное, уровень мастерства этих ребят, этих команд, он где-то ближе, сблизок и сопоставим с НМХЛ. А если же брать середняков или команды из низа турнировной таблицы, то, конечно, уровень молодежного хоккея на порядок выше. – Осенью прошлого года ваша команда приняла участие в предсезонном турнире в Глазове. Признайтесь, вот вы, из Глазов, могли ли подумать, что в итоге приедете из этого города с победой на турнире? Потому что, как мне кажется, все равно главным фаворитом являлся местный клуб «Прогресс». Или я ошибаюсь? – Нет, конечно, «Прогресс» был фаворитом. Я вообще хочу сказать о том, что большинство команд в этом сезоне делало ставку на старший возраст, то есть на ребят, так скажем, выпускников этой лиги НМХЛ, 2001 год, поэтому как раз команда Глазова – это одна из них. Очень возрастной, очень опытный состав. Когда у нас на сегодняшний день, и тогда на турнире в Глазове, и сейчас, под конец сезона, у нас 70% ребят 2003 года, то есть это ребята, которые только-только зашли в эту лигу, и ребята, которые могут в этой лиге играть еще два сезона. Ну, наверное, по нашей конференции, по Востоку, можно выделить только две, ну, максимум три команды в похожем стиле, кто выбрал такой путь именно молодого состава на перспективу. Возвращаясь к вашему вопросу, турнир в Глазове, скажем так, победа в турнире в Глазове, она не была самой целью. Целью была подготовка, как и в любой подготовительный период. Это какие-то сочетания, связки, это общекомандная тактика, чтобы ребята немножко начинали понимать и готовиться непосредственно к сезону. Конечно, просмотр уровня хоккеистов, но игры с Глазовым всегда интересны, всегда принципиальны, поэтому победа, она стала таким приятным бонусом. А вот такой вопрос, с психологической точки зрения победа на турнире, она придала такой буст или, наоборот, вселила излишнюю уверенность в своих силах, может быть, ребятам, хоккеистам? Вот как сыграла в этом плане? Я думаю, что, наверное, победа на турнире сплотила ребят, потому что были хоккеисты, которые только-только приехали в команду, которые еще не успели влиться в коллектив. И вот эта победа, наверное, стала первым шагом к становлению коллектива, в первую очередь. И в этом сезоне, опять же, я хотел бы отметить, наверное, не только какие-то командные действия на льду, а именно что у нас удалось с тренерским штабом создать коллектив, создать такую спортивную семью, которая готова, возможно, не обладая каким-то суперталантом и высоким уровнем мастерства, она была готова выходить, биться друг за друга, за болельщиков. Поэтому, наверное, итоговый результат во многом от этого зависел. Я почему задал этот вопрос? Потому что помню первые матчи домашние, когда приехал Сокол из Новочебоксарска в Кирово-Чепецк. Команда по итогам регулярного сезона заняла 10 место достаточно низко, но, тем не менее, один из двух матчей Сокол все-таки в Кирово-Чепецке выиграл. И вот, наверное, потеря этих очков, она на финише сезона регулярного чемпионата все-таки наверняка сказалась. И можно было, наверное, не терять очки. Любая потеря очков всегда сказывается на итоговом результате. Всегда ты в конце сезона по весне, да, есть хорошее выражение, цыплят. По осени считаю. А в хоккее по весне. Да, здесь немножко по-другому. Что хотел бы сказать? Было начало сезона, мы понимали, что идет становление команды, мы возвращаемся вот к этой адаптации. Наверное, тогда, набрав 50% очков из двух игр, мы были довольны. Сейчас, конечно, если сыграть с этой же командой, хотя наш состав не поменялся кардинально, у нас добавилось всего два игрока с того момента, наверное, это было бы уже неудачным выступлением. Поэтому сложно так оценивать. Мы прекрасно понимали, что начало сезона будет очень сложным, что нам надо бы долго вкатываться, долго, скажем так, заводить эту машину. Почему? Потому что была проблема с селекцией. После пропуска сезона многие агенты, многие ребята просто не верили, боялись сюда ехать. И, опять же, общаясь с какими-то селекционерами, там, впрямую люди говорили о том, что, ну, вы обнулились. Доверия нет. И доверия никакого к вам нет. Поэтому, конечно, построение команды – это долгосрочная такая история. Это не один сезон. И чтобы получить хороший результат, там, итоговый результат, не только в регулярке, но и в плей-офф, то есть нужно 2-3 сезона. Вы уже сказали про декабрь 2021 года, про середину регулярного чемпионата вот этого сезона. Это именно тот момент, когда вы поняли, что в команде появилась та самая внутрикомандная химия. Можно вот назвать это тем самым моментом переломным? Или химия появилась раньше, а здесь уже… Наверное, химия, да, о которой вы говорите, появилась раньше. Если вспоминать непосредственно календарь, то тот хоккей, который мы бы хотели видеть, и который мы просили от ребят, первый раз мы показали в домашних играх с Глазовым. С одним из фаворитов в Восточной конференции, напомню. Да, был неудачный, к сожалению, такой период. Было на стыке двух кругов. Мы играли два матча в Глазове, там смогли заработать всего одну очко. И тут же мы играли дома с Глазовым. Так вот, домашние матчи с Глазовым, наверное, можно сядь отправной точкой, когда мы начали показывать именно хоккей, интересный хоккей, более атакующий хоккей. Потому что до этого момента мы больше оборонялись, где-то не успевали, где-то нам приходилось, скажем так, именно играть от обороны. Вот, наверное, те матчи с Глазовым мы можем отметить как первые шаги к тому, что в итоге получилось. Но, к сожалению, результат тогда не совсем был хороший тех матчей, но, наверное, он был не совсем справедлив. Ну, тем не менее, в любой результат это еще и полученный опыт для ребят и для тренерского штаба. Поэтому полностью бесполезными эти игры, наверное, назвать все-таки нельзя. Нет, конечно. Был ли шанс подняться по итогам регулярки выше? Я напомню, вы уже говорили, что Олимпия финишировала по итогам регулярки на четвертом месте в Восточной конференции. И лишь по дополнительным показателям опередила Череповецкий Металлург. Шанс подняться выше был? Или четвертое место это и так достаточно высоко, особенно для первого сезона команды в НМХЛ? Для первого сезона это очень хорошее место и, так скажем, делав прогнозы в начале сезона, я был доволен бы и шестым местом, я скажу честно. Потому что команда первого сезона из 11 клубов надо быть в Восточной конференции, быть в середине, попасть в плей-офф. Мы были довольны. Могли бы выше, но, наверное, мы не заслужили. Возможно, да, были потеряны очки какие-то ненужные, которые нам бы помогли догнать там «Лазовский прогресс», «Рыбинский полет». Но вот эта первая тройка, «Рязань», «Болет» и «Лазовский прогресс» третья заняла. Все-таки это команды, которые были укомплектованы под результат в первую очередь опытными ребятами. То есть в основной костяк это были ребята на два года старше, чем наши хоккеисты. И, наверное, на сегодняшний день они были объективно сильнее. Я не случайно вспомнил «Череповецкий металлург», потому что, заняв пятое место, именно с ним пришлось играть первый раунд плей-офф. И, к сожалению, уже в первом раунде плей-офф «Олимпия» вылетела, уступив металлургу Череповецкому в серии. Уже анализировали, чего не хватило для прохода дальше по сетке плей-офф? Да, на самом деле все очень просто. Не хватило в первую очередь длины скамейки, длины состава, потому что данный раунд нам пришлось играть практически в три пятерки. Ребят для ротации, игроков для ротации практически не было. Были и травмы, и какие-то, скажем так, недомогания у хоккеистов, которые не смогли принять участие. Команда соперника – это КХЛ-овская система, система Северстали, и очень большой ростер. То есть ребята могут играть из МХЛА, из НМХЛ, бывшей МХЛБ, и даже против нас вышел защитник, который полсезона провел в высшей лиге в Буране. То есть очень большая ротация, и очень сложно играть. Есть из кого выбрать. И усилиться есть кем, и с МХЛА можно спустить. Я уже сказал про защитника, который в высшей лиге в Воронеже играл. Но самое, наверное, главное – это ты выходишь на каждый матч, и каждый матч новые хоккеисты против тебя, свежие хоккеисты против тебя играют. Наверное, это в первую очередь. Второй же уже такой глобальный момент по сезону – это низкая реализация. Мы мало забиваем. В этом сезоне, наверное, сказывается все-таки неопытность ребят, не хватает хладнокровия, не хватает где-то индивидуального мастерства. Поэтому две причины, хотя, конечно, основной – это нехватка состава. Реализация большинства, имеете в виду? Нет, вообще реализация моментов. Что касается данной серии, большинства, меньшинства, многие нас критиковали за то, что мы не забросили в большинстве ни одной шайбы в данной серии. Но я хотел бы сказать, что соперник тоже не забросил ни одной шайбы, играя с численным преимуществом. Соответственно, это работа и тренерского штаба, и спецбригад меньшинства, и вратарской линии. Тут, наверное, в плей-офф все друг друга разбирают, понимают, кто как будет играть в этом большинстве. Поэтому, наверное, тут надо хвалить и в Металлурге, и у нас ребят, кто играл в меньшинстве. По итогам регулярки разница шайб у Олимпии 102 на 105. То есть небольшой, но все-таки минус, отрицательная разница забитых и пропущенных шайб. У пятой команды регулярки Металлурга, с которым, опять же, вы играли в первом раунде плей-офф, 132 на 113, то есть положительная разница тех самых шайб. У шестого дизелисты из Пензы 154 на 116. Можно ли сказать, что игра в обороне наиболее уязвимая позиция в Олимпии в прошедшем сезоне? Наоборот совершенно, совершенно наоборот. Мы пропустив 105 шайб, мы, если не ошибаюсь, седьмое место во всей лиге заняли именно по пропущенным шайбам. Это очень хороший, очень высокий показатель. И если убрать 2-3 матча провальных, явно провальных, где мы пропустили, крупно уступили, то в среднем мы пропускаем по 2, 2 с небольшим шайбы за игру. Это очень высокий показатель. Поэтому, что касается пропущенных шайб, это наоборот успех и вратарской линии, и оборонительных действий. Что касается забитых шайб, заброшенных шайб, да, здесь есть проблема. Здесь достаточно, опять же, я бы сказал, низкая реализация, нехватка, наверное, мастеровитых, нападающих, мастеровитых хоккеистов. Можно ли сказать, что тренерский штаб полностью доволен прошедшим сезоном? Как сказал главный герой одного из моих любимых фильмов, успешным сезоном тренер будет встать, когда ты выигрываешь последний матч сезона. Наверное, все равно есть над чем работать, но, скажем так, учитывая регулярный чемпионат, учитывая проблемы селекции, учитывая молодежь в составе, мы довольны. Мы довольны. Твердую четверку за сезон мы можем поставить. Как раз буквально с языка сняли вопрос о том, какую оценку можете поставить себе за прошедший сезон. Твердая 4. Да, ребята, мы большие молодцы. И административный штат, и тренерский штат. Мы довольны той работой, которую мы провели. Сейчас впереди у нас новый этап, снова много работы. И вот этот переходный весенний период. Это, в первую очередь, селекция, это просмотр молодых ребят из ЮХЛ, это просмотр иногородних ребят, поэтому работа продолжается, и будем готовиться к следующему сезону. Да, как раз хотел заключительный вопрос задать. Что ждет команду впереди, и какие лично у вас планы на предстоящие межсезонья? Скажем так, планы достаточно объемные. В первую очередь, это просмотровые сборы. С 4 апреля мы начинаем сборы и для ребят из ЮХЛ, то есть местные ребята, и ребят из других городов, кто изъявляет желание присоединиться к нам. Я думаю, в этом сезоне будет, наверное, на более продуктивно, чем в прошлом. Работать мы планируем до 30 апреля, затем уйдем в отпуск, и уже будем готовиться к летним предсезонным сборам. Да, у нас есть пока некие вопросы не по следующему сезону, а вообще по утверждению бюджета, сметы, и про следующий сезон, какие задачи на следующий сезон будут стоять. Но, конечно, мы бы хотели, чтобы эти задачи были самыми высокими, потому что в этот сезон был неплохой, хотелось бы этот результат улучшить. Что касается товарищеских матчей, мы решили от них отказаться и в целях экономии, и в целях того, что ребят много игр сыграли в этом сезоне, большая нагрузка на лидеров. А я уже сказал, у нас практически все ребята 2003 года выпускаются, всего три хоккеиста сегодня у нас. То есть по возрасту нас покидают всего трое. Основной костяк мы сохраним. Ну что ж, на этой оптимистической ночи давайте завершать нашу программу. Я напомню, что сегодня гостем программы «На спорте» был главный тренер молодежной хоккейной команды «Олимпия» Юрий Култынов. Большое спасибо, приходите к нам еще. Вам спасибо.